всем привет мои дорогие наградинки вы на канале кишмишплей меня зовут иван и мы с вами продолжаем прохождение call of duty black ops 6 мы с вами остановились на чем остановились на том что нас высадили в ирак или иран путаю всегда ирак или иран нас высадили почему-то в открытый мир в 9 и мы ну спасаем ребят спасаем команду мы сейчас поехали спасать вертолет что-то в прошлой серии насколько помню не сильно это получилось мне там размотали пару раз на сейчас будем когда загрузится опять пытаться это сделать тогда с вертушкой были проблемы да мы с этого с истребителя ракеты отправляли вот этот так дай сяду дай сяду и а нет это не то я взял так я взял давай бронепластину пока закинем так вражеская бронетехника все брали вражеская бронетехника подъехала нам надо сейчас лучше залечь все таки лучше залечь и аккуратно отправлять уходили так удали через минуту с мы сможем использовать ракетный удар а я такой сегодня какой-то на расслабоне немного начали а тут надо прям еще серьезно рубиться я думаю что я думаю что с этим будут небольшие проблемы пошел так давай так бронетехника сразу система наведения есть минус раз это точно а я тогда по своим шарахнул все я вспомнил я тогда шарахнул по своим а готов и ожидаю погнали я скину бронетехнику а потом я не буду наверно закидывать подтвержден погнали а потом я не знаю буду ли по вражеским целям за ну по именно по солдатам обстреливать с этой с воздуха хорош просто я тогда именно в это в этом моменте скажем так и ошибся одна ошибка это ошибся не знаю может попробуем ну давай попробуем их просто не сильно много осталось я просто постараюсь сейчас подальше шмальнуть и чтобы не по не зацепить свои вот типа сюда например попал ну я точно попал однозначно теперь надо час аккуратненько просто пощелкать всех ухожу все уходи да а готов и ожидаю не все закончились вот и все да вот и все думал наши миссии хана пока вы не появились спасибо от одного отряда дельта другому держите связь да поможет вам бог о ну все отлично мы справились вот я про это и говорил стелс стелс бомбардировщик открыть меню снаряжения класс мне перечистос бомбардировщик есть давай выберу пускай наверно он будет у меня на поддержке так использовать тактическую карту я понял все мы спасли ребяту мы спасли ребят в этом в в в разберемся вертолете отряд дельт это кстати именно американцы патрончиков чуть-чуть взяли хорошо для штурмовой винтовки надо вернуться к тачке надо вернуться к тачке вы и выдвинуться дальше то есть к следующей цели отметьте цель это море дюн наверное сюда поедем поедем сюда а я здесь был уже а галочка и стоит то есть надо сюда щас гонять это может быть кстати если хотите порадовать глади разберитесь зерка но это может быть зерка кстати или нет а может и нет поехали поехали посмотрим так мы мы бы добрались до дворца намного быстрее если бы глэнди просто помог нам подобрать и душевные войны и сцена ты это знаешь маршал ну я согласен типа сделай сделай нам мы сделаем тебе вот и все охота на скады входит на оплачиваемые часы я надеюсь что это не скат кстати будет а просто уничтожить тихо давай аккуратно подойдем потому что в прошлый раз я я немного ошибся в том что так отлично если вы уберете эти ракеты класса земля воздух мы сможем поддержать вас вертолетом да е-мое не надо раньше времени начинать здесь движуху потому что если это скат то мне придется потом торопиться так что пока аккуратненько мы пойдем пока разведаю что это а потом уже буду выбирать что с этим делать в принципе могу с воздуха по складу просто бахнуть и все а вот это это ей зерк потому чтобы они сейчас не запустили батарею работать я когда задерживаю дыхание время замедляется прикол вообще для такого рискового места можно блин тихо 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 аккуратно спокойно он же выполз надо отвыкать каждый раз перезаряжаться типа я каждый раз играю в шутере думан это вообще нелогично капец каждый раз надо надо от этой штуки отвыкать но учета как она не отвыкается как она сама собой так выходит так а верни мне обратно интерфейс на какую там кнопку этот си 4 у меня на rb я только это иду зерка отлично так не будем терять время я время как бы и не теряю знаешь что у меня чуть-чуть о пулемет вот вот почему на один меньше если мы уничтожим два других характера потерять преимущество воздухе будем смотреть в оба почему я не могу сесть за этот пулемет вот вот это вот это странно вот это мне почему-то непонятно до сих пор почему я не могу садиться ну ладно в транспорт их не могу взять ну типа ладно и включение это условно но пулемет он же никак не закрыт ух ты ничего си ты с калашом таким ходил дай после как он стреляет очень хорошо стреляет блин прям отлично стреляет может вместо этой пушки взять хотя ладно не буду не буду все калаш оставляем идем дальше так двигаем продвигаемся мне нравится то снайперка хорошая с глушителем все как я люблю поэтому пока походим с ней я думаю надо надо аккуратно работать надо работать профессионально надо работать типа ну так вот на кемперстве на кемперстве и выезжать так что у нас по следующим целям что-то здесь непонятно отметить поехали сюда кейс противники слева о хочу а чего вы из тачки а вот кстати интересно почему из тачки нельзя стрелять так бы и по перепасам кстати хорошо не буду пока ничего трогать противники а что а что это просьба что это кто это так разобрались ну да вы кстати ни разу даже не шмальнули подъедет подъехать ближе дачу поближе подберусь вот сюда так замечены цели аккуратно только давай подойдем я бы не делал этот выстрел я сделаю так ну надо же использовать почему-то есть поражение дай брони полости мы пожалуйста есть а есть еще один истребителем не или он одноразовый был дает а чё я так мажу личного как на ладони они просто как на ладони почему я так мажу ух ты ёпта у них рпг надо надо рпг снять у него вроде рпг было есть а перезарядка истребитель перезаряжается все хорошо не добью наверное аккуратненько мажу интересно вот где он я промазал ли он перешел куда-то почему почему вопросик двигается зачистите лагерь против действительность осторожно заменит так я уже зачистил его практически тут осталась фигня вот тут кто-то остался один используя тактическую карту для быстрого перемещения готов лагерь типа я зачистил его да походу готов все классно что дали типа состребителя бабахнуть период это прикольно любит реальдер побежки дтп это опасно это 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 может быть очень опасно о денежка хорошо денежку кстати сам подбирает так как там я забыл пользоваться чё ты мне здесь оставил у дробовичок хороший подожди дай денежку заберу только потом дробовичку мы разберемся дают спасибо за классный дробовик на время не пушку кладовая запись включен день 2 пациента инъекция попытался сбежать мы остановили его но он требует быть со своим братом доктор думы что мы можем с ним договориться его брат в обмен на сотрудничество ожидаем результаты было жестоко использовать семью гражданского в качестве переговора уловки думаешь братья были обычными гражданскими думаю это были политзаключенные пантеон не стал бы использовать своих не для испытаний первого дня они типа супер солдат выводит каких-то ну слушай вообще серия black ups она всегда была про супер солдат то есть первой части вспомни что там они мы завалили очень опасного противника это же был этот чувак с гранатами как хорошо что я сюда по нему именно попал были надо быть аккуратным потому что я смотрю они здесь тоже могут быть что они вообще в раке делали ну смысле вот эти крутые чуваки ладно там хотя на передовой работать это что такое это типа как пулемет из калаша поле классно выглядит конечно ладно не буду брать мне нравится всегда вот эти вот все пушечки потрогать по щелкать как они стреляют ну прикольно прикольно выглядит очень современных играх я люблю когда хорошее оружие делают причем здесь очень приятная стрельба почему-то вот эта группа пантеона проводил эксперименты на людях хотелось бы узнать зачем это что такое скорострельная снайперка какая-то нет вернее обратно надеюсь глэнди нам поможет как мы со всем разберемся ну должен помочь у нас же такая договоренность с ними есть так вот блоком же серии всегда было про супер солдат первой же части мэйсон же мэйс мэйсон его звали я не помню резнов то есть помнишь вот эти все чуваки игры с разумом когда кодовые слова и прочее а вот это кстати отстояние оружие вообще это был рикошет это был рикошет типа как будто бы пролетела пулями да слушай звук рикошета класс даже это сделали есть есть очевидные плюсы есть очевидные минусы то есть для меня очевидно минус что я не могу сесть за вражеский пулемет вот это очевидно минус я вообще в любых играх тип в том же фар края как классно было пулемет захватил и пошел поливать всех пока здесь так нельзя сделать но это печально это меня немного расстраивает так чё у нас там впереди надо эти две цели захватить перед тем как на зеркайте на разведать аккуратненько их всего-то кажется четыре зерка пока всю карту зачистишь это много времени пройдет побежали мои миньоны бы двух миньонами называть доступен юбку юб твою мать испугал я думал что происходит парк ты работал с гленди на нескольких операциях но это первый раз когда мы делим поле боя он производит впечатление у me 6 нет развед данных об отоне вы уверены что это не просто солдаты удачи уверены патруля больше нет ну вот минус конечно на тачке двигаться из-за этого прикольный прикольный типа мой персонаж без имя да вообще маска очки ничего никак не вообще никаких следов кто это типа отрисовывать не захотели ли это какой-то секрет сюжетный и ракции преимущественно за нами а преимущество за нами преимущество вижу ящик снабжения потому что за ящиком идем интересно или да или нет у них позиция была выгодная конечно здесь вот поставить часовых в эту сторону и все я бы не смог так подойти ну и вся дорога просто одну просматривается странно что здесь ни одного часового нету охраны впереди много охраны караулят что-то важное пусковой столов каскад спрятана в том строении ну я понял мы мы подбережаемся на 2 час надо будет аккуратно действовать так надо запомнить что здесь если что бронепластина есть надо прокачать что больше про не бронепластин с собой тягать в этом районе есть союзный разведчик а вон поговорить вон разведка сидит разведка наверное и сняла охрану я понял несколько врагов справа да ёпта капец я вообще снайпер блин привет это вижу вы близко вот не успел прочитать что я вообще чуть капец довезет сколько раз просто мимо стрелял смотрите на этом объекте соскадом усилена охрана пойдем разберемся поговорим с этим с разведкой а потом послушаем что он расскажет какая здесь охрана может быть вообще щас типа паскаду просто шарахнуть с этого савиа удара на вот ну рассказывай что здесь рад что вы здесь дельта повольте мне показать вам что я вижу а все я понял ты меня отметил врагов мы пойдем потиху зачистим самого начала или будем потихоньку к скаду прорвемся нужно для начала вообще по-хорошему увидеть где он то есть где-то где-то должен быть скат это может привлечь внимание да я знаю они увидят как он падает прикольно что подсказывают а что это мне тут что установка скат о тут у них бронетехника есть вот это плохо давай по тихому проберемся к скаду уничтожим сразу заложим c4 на него а потом будем уже громко разбираться со всеми остальными и снайпера надо снять конечно же ты чё свистишь маршал денег не будет не свести мне папки еще надо заработать этих будем зачищать не будем пока не будем наверное 9 часов кейс этого можно снимать окей я просто это ждала пока они скажут что это это рискованно или они заметят знаешь типа такое что они свою дежурную фразу добавят а btr что патрулирует просто по какому маршруту он ездит интересно угнать его вот я бы например угнал бы захватил не не получится скорее всего также как этот пулемет используйте получится я щас посмотрю дай маршрут посмотрю его там кольцевое какое-то у него движение да он по кругу просто катается и капец дай попробую быстрее выстрелить свет с этого истребителя паскаду бомба пошла попал уничтожил спасибо отряда это у тебя талант кейс осталась еще одна ракета ну слушай это работает реально опа плохо тихо мне щас хлопнут снайпер-снайпер-снайпер маршал спасибо что прикрыл нас тоже снайпер есть я пока не знаю даже что с бронетехникой делать хотел по-тихому да получил получилось как всегда очень страшно я говорил что как бы стелс не совсем моя тема надо пощелкать пока эти цели я не знаю успею я успею дождаться пока веру истребитель перезарядить но мне выбора нету особо то есть подбираться ближе и как бы си-4 закладывать на эту бмп-шку будет опасно что меня точно смогут разобрать а бмп-шка на и разрабатывалась ну как боевая машина пехоты то есть она для подавления скорее всего и делалось специальная бронетехника о и все он просто реально этот холм может ну и в реальность он бы этот холм сравнял просто с местом он он бы здесь обстрелял расковырял бы все и нас бы выкурил в считанные секунды не прибьет так а что мы есть еще интерес из интересного а миномет есть минометный удар попробуем как это вообще работает про отлично ну так например давай а чё ты туда нацелился мне ну как так как так-то я промазал просто так или сдаст ускорение прыжок подрыв о подрыв есть я не думаю что он прям подорвет конечно бмп-шку вот вот этой штукой управлять неудобно взорвала для взорвала классные мощная бумажная штука вертушку они воздух почему-то не подняли хотя могли бы одним здесь все обыщем там еще чуваков добьем остался я промазал с миномета почему-то ну я прям четко на него нажимал может быть когда нажимал на курок просто не рука дернулась и все и я промазал ну вот она цена ошибки странно какой-то против особо как ты не и не дергался там снизу что-то еще есть пробью через стеночку тоненькая тоненькая стеночка была жестяночка для пули вообще не преграда ну конечно точность в этой игре моя оставляет желать лучшего может быть это из-за того что там значит старфилду привыкаю к какая-то механика потом сюда захожу и так у тебя как стрелять а может быть это просто косой все это же возможно возможно практически практически реально ну вот 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 нельзя пулеметом пользоваться может быть навык потом прокачаю использовать рожеские пулеметы может быть есть какой-то навык здесь дверь какая-то надо залезть туда очень во время ты решил посмотреть что происходит все чисто с этим вам постом разобрались идем дальше не подожди еще я не закончил здесь здесь надо обыскать и найти денежку она точно здесь где то есть даже целый аванпост был должна быть какая-то нычка не будет печальник если денежек не будет а вот денежка 30 долларов ну как минимум там две такие нычки найти уже какую-то прокачку сделал я ржу что вот это скат это же противо как бы воздушная как он как он допустил чтобы по нему с воздуха и шарахнули опять испугал но они кстати за радаром хорошо прятались можно я чуть я чуть не растерялся даже в какой-то момент как рпк стреляет все эти деньги пойдут на пользу нашему убежищу да согласен прикольно стрелять а может оставить себе рпк шичку с пулеметом походить не у него моя пушка мне нравится ну жалко терять хорошая профессиональная с нормальным этим с обоймой классной ну я думаю наверное ее оставлю не буду пока полемет брать пока ее я менять не буду так тут чем заныкали что-нибудь не ничего не ничего не заныкали о еще 270 ничего себе но дозав на вторую антенну сходить тогда может быть они в антеннах прятали опыт жди свои свои а свои все нормально этот засранец по нам стрелял ну да у нас он там позиция была 270 баксов нормально даже очень хорошо я бы сказал так здесь еще мы быстренько осмотримся си четыре тоже надо пласть бронепластина нужно так ну туда наверное не залезу же это просто как уже для красоты там поставили скорее всего туда скорее всего я не попаду много си четыре оставляют а как он выбивает дверь я вот каждый раз открываю выбить а понятно создав на охотится за скадами я тут середины января стараюсь убрать их из поля боя как можно больше кто-нибудь из вас слышала браво 0 2 2 0 нет я их высадил 10 километров отсюда как диверсантов но все пошло не так ракции их атаковали выжил только один остальные убиты или взяты в плен блин может спасти их нет кто в кого в плен там взяли пока мы здесь здесь на этом объекте очень много было врагов до до сих пор вон еще два хорошо что есть разведка вот вообще здорово что есть разведанные я могу реально ну проще то есть видишь позицию но это немножко читерство конечно но все равно как читерство типа было читерство если при это реально читом включал а так это разведданная до куда вниз как бы скрываться нет нет кого у тебя очень повезло и второй даже не заметил дай ему в ногу шмальну почему так считает и убил в ногу и прекрасно так о чем вообще не обсуждали я прослушал просто по-крысерски получается всех разбираю со снайперки запушить или длика не даю шансов типа дарак лицом и лицом к лицу со мной схлестнуться так это знак стоп да я понял о такая же как у меня кстати снайперском но у меня круче мне еще обойма насколько я помню ловушка с к трансфилизатором который ты нашел по моему пап кстати как она работает вообще-то ловушка с трансфилизатором вот что это такое а типа она будет отвлекать врагов и кей чаще у меня есть ножик но это бесшумно я понял это да и граната лучше она один раз пикает или несколько орловушка странили за пропускали же пускай стоит типа наверное к нему враг подойдет и она сработает но почему она на меня не сработала нашли свой чужой системы там точно нету долго он так может это был супер спринта потом обычного супер спринт пошел так море дед ладно с этим скадом мы разобрались и здесь еще какие-то ракеты погнали а потом а здесь какая-то важная цель здесь есть что делать ну я буду все зачищать все знаки вопросу пройду это же наоборот прикольно для этого были этого не здесь и есть также по патронам нормально все по патронам но это не основной скат это просто какая-то другая ракета то есть не так основательно они и охраняют не хочется конечно в лоб ехать лучше бы где-то обойти а вот здесь например да поэтому эксцесс на машине не езжу водитель цвет уж так себе нормальный водитель еще один зверка вот там а вот зря наверное на тачке так поехал я подумал что сейчас вижу противников нас еще не заметили не дай мне миномет ну вот щас аккуратненько эти порешил таким образом сделать где они минометы тоже их разбивают класс все разобрались быстренько сейчас посмотреть может это денежка лежит пойдем дальше нигде денежки не будет скорее всего это маленький будет это такой мини лагерь был вообще даже не лагерь нигде ничего не лежит бронепластина мэйби нет а оттуда даже не прочухали у нас здесь минометом ударило они такие типа да и норм все ладно за тачкой потом просто вернусь я думаю можно к тачке переместиться если память не не подводит вроде что-то такое было зачистить погнали еще один лагерь пантеона не проще нанести им визит то пантеон это не рация что у нас тут они увидят как он падает профессионально тебя раскроют я бы не стал делать этот выстрел блин их много в этом здании дай дай-ка я по зданию шарахну как истинный американец воюю все утюжим артиллерия потом заходим и сразу они поняли откуда откуда мы где мы сидим да ух ты вон там был один да ёпта чуть мертвую зону не попал я подумал может быть все таки пойдем чуть-чуть в атаку да это как-то немножко под надоело постоянно кемпериться я понимаю что типа тактика работает смысл ее менять но хочется иногда и поугарать чуть-чуть так что давай пойдем поближе броник и пошли потихонечку блин быстро разбирает кстати прям жизнью моментально практически заканчивается вот ну к разговору да быстро заканчивающихся жизнях я даже не начал атаку еще один лагерь пантеона ладно ну в принципе я все равно шарахну сразу с артиллерии а потом пойду все равно что вот все равно все равно что все равно все равно надо этих гранатометчиков конечно снимать рпг говорит ухты хорошо прилетела твою мать а черни так близко стали попадать прошлый раз ни разу даже рядышком не пролетел а ёпта что-то в этот раз рпг прям снайперы какие-то сидят да нет чуть-чуть поле надо тоже аккуратно проходить в чем не есть еще а минометные все остальные стандарт в прошлый раз я как-то бы быстро решил высунуться да ёмая черт не попадаем есть тут и сильно много осталось я думаю что кстати авиаударом я какого-то крутого чувака разнес было значок был показан типа разы ну пробита броня а чувак с броню это это опасно чувак так место деревне найдено так еще есть кто-то там о стреляют давай быстренько к этому дому надеюсь сейчас прокатит мой этот рывок за прикол есть нечет оказалось их меньше осталось я думал здесь буквально пару пару боев бойцов не здесь прям их больше а если это не то это не то что я хотел что думаю это все дают то я только пулемет взял кстати с пулеметом медленнее двигается они тогда точно никакого пулемета мне нужна мобильность он прям по-другому начал сразу ощущаться как будто реально с пулеметом у этого наверное я крутого раскидал или это наш не это испантована кто-то бронепластину не дену как-то очень быстро бронепластины заканчивается но вроде как они вообще одноразовые не это в одну ну бронепластину попали надо менять в теории я не знаю не пользовался никогда но сигнал обнаружен это хорошо где-то здесь сейф есть слабый на втором этаже я понял я сразу здесь посмотри муж какая денежка лежит ухты какой крутой коллаж вот и сейф спасибо каждый раз страшно мне надо радио найти слабый еще вы еще выше радио что ли вообще пропал нужно разобраться с этим да я знаю что нужно это сделать я ж нет не отказываюсь я просто ищу радио сейчас опа хорош мне кажется можно будет тоже докачаться чтобы можно было сразу несколько бронепластина именно засовывать сейчас у меня только одна засунута так можно будет типа там три о еще и замок взломаем тихо нет вот тут спасибо и вот тут это что такое это свд-шка была бы она с глушителем я бы ее оставил но бы странно короткий ствол для ну для этого для снайперки такой короткий ствол то не буду брать день 3 мы перевели братьев в одну лабораторию они ограничены в перемещениях но готовы к сотрудничеству с пациентом бы ингаляция работает легче мы увеличили его дозу а затем заметили сильный что за доктор позовите доктора что-то у них пошло не по плану так они и так а так они поселили братья вместе что дальше может быть то что им водили и они вдыхали заработала может быть так ищем радио дальше ищем дальше радио ну в принципе если сейф здесь тонну логично что где-то наверное здесь будет радио на этом этаже средний о сильный тут да вот он супер 6 6 9 2 6 6 9 2 так 6 6 9 2 6 6 9 2 7 прикольно что мы типа почему именно монеты так отображены типа 1000 долларов нюшка ломай да как будто бы обычные бабки выглядят логично а вот это как-то не очень классно тоже винтовка так ну я не знаю наверно все здания здесь обыскивать смысла нету я думаю что это только было вот одно как бы не несущее здание которое я разломал все остальное это больше как декорация и да я не буду обыскивать их так можно вернуться к тачке мы обыске переход первых отлично кстати тачка покоться на уже остался один лагерь не осталось больше вышел дай патронов немножко возьму а можно несколько раз а можно было только один раз мы таки думал я не не зря экономил не зря экономил же на самом деле тем более скоро тачки хана поэтому надо будет так или иначе и менять поехали по факту она мне нужна только как средство перемещения и то чтобы там сильно плюшки с не уловлю ну вот сейчас патрончики взял если что на базу вернемся там будет еще одна тачка русло реки узковато тут у кейса все под контролем конечно я профессиональный водитель за рулем учу да на дороге конечно так себе нашему убежищу эти деньги пойдут в прок тут кто-то лодку забыл а я все думал кто ее оставил похоже она уже здесь много лет а короче просто болтают это не по делу не по делу давайте по делу вот впереди припасы вот это я хотел вот это я готов слушать чё здесь есть бронепластинка когда-нибудь да есть так супер 196 метров мы почти доехали подойти в тачку пушки и дома марин тачку опять по концу по вашим горам этим и ракции рядом это был просто патруль скорее всего вряд ли это охранники базы а может и да потому что нет узнаем будет очень досадно если кто-то попадет ловушку с транквилизатором которую ты подобрал они все мне с этой ловушкой подсказывают ну типа я знаю что и он можно использовать если звук выключить в телефоне то у меня усопшие не приходите ахмад а там уже это по ним вот эта позиция неплохо вот видишь он сам дергает при нажатии ухты по мне сразу прилетела класс опять рпг до но я успел чуть-чуть отползти чуть-чуть но это спасла жизнь это еще востребляют это с пулемета однозначно садик дай сменю позицию ой 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 это пантеоновец этот твою мать мы с таким уже сталкивались это было тогда больно не хочу я конечно вертушку на него этого вызывать готов вот вот это вот это соразмерно просто ну не плова ничего себе типа просто пантеоновец пулеметом в броню заряжены лагеря пантеона не хотел бы чтобы здесь им было слишком комфортно да я уже весь дискомфорт доставил бабки дали все долго в класс еще фиге в шипу мой пантеоновцы здесь конечно хорошо обосновались особенно в этой броне не думали могли доставить мне проблем я сейчас чуть не словил от него вернее словил мне повезло что я выжил это просто была удача так это все есть что тут девушка но нет я превратился раньше раньше колледить это было просто пройти сюжет ну и все сейчас это я обыскиваю все я ищу я ищу деньги я хочу базу прокачать я не знаю хорошо это или неплохо где-то штук бы в ней день 4 пациента скончался пациент б вырвался из фиксаторов задушил брата и покончил с собой даже так я думал что готов к этому после инцидента десятилетней давности я просто я не знаю завтра начнем сначала только ингаляции ожидаемый результат ну вот их эксперимент не удался мы не знаем когда это было один эксперимент не удался из возможно дюжины попыток будем надеяться что любые будущие эксперименты пройду также безуспешно как и последний блин я хочу пулемет или нет мне какие-то две крайности либо снайперка либо пулемет блин классный не только сильно круче с пулеметом реально медленнее двигается и не не хочу пока наверное с пулеметом пулемета можно было бы взять если там прям была орда врагов мне здесь нужно такая более универсальное что-то у прикольно а и к я не знал что он здесь будет и стреляет уже этими типа не начну очередями по три патрона пускает вот опять они были подошли к этому пантеон экспериментировал над людьми и подвергал их какому-то воздействию что черт возьми не замышляет да супер солдатов делают во дворце должны быть ответы на эти вопросы делают супер солдатов это логично мы кстати уже практически все зачистили нам реально осталось совсем чуть-чуть кладбище танков кстати я там подобрал же что-то давай переместимся на базу и оттуда пойдем к следующему просим когда будет ближе впечатляющая работа уон вот и новый отъезд вот для этого я здесь мы уничтожили все вражеские лагеря я тебе расцелую парк неожиданно так знаешь что на этом моменте мы как раньше серию еще закончу следующей серии будем стартовать на новой тачке дальше мне пушки новые положили пушечки мне новые положили что здесь есть мы потом соберем в общем потом соберем спасибо что досмотрел здесь понравилось было интересно ставь лайком теперь подписывайся следим к нам очень много чего интересного счастлива пока до свидания